Друзья, как меня теперь слышно? Должно быть слышно. Отлично. Приветствую вас всех в очередной, уже в третий раз. Я уже здесь сижу, разговариваю, пока не увидел, что вы меня не слышите. Отлично. Приветствую вас. Меня зовут Булацов Михаил. Представлюсь. Сейчас мы с вами познакомимся. Напишите, пожалуйста, в чатах, кто из какого города. Особенно меня интересуют наши новички и наши гости. Были ли вы на презентациях ранее, впервые вы на данной презентации, кто вас пригласил. Напишите, пожалуйста, немного о себе, а я расскажу о себе немного, кем я работал до этого, как я пришел в данный проект, в данный бизнес и с какой целью, для чего. Деньги заработать можно у нас в любом месте, на любой работе, но деньги зарабатывать мало, просто деньги зарабатывать. Нужно для чего-то их зарабатывать, жить с какой-то мечтой, целью. Итак, я познакомлю, представлюсь. Меня зовут Булацов Михаил, еще раз скажу. Живу я в городе Саратове. Данный бизнес мы ведем вместе с супругой Лилией Донсковой. Мы очень любим путешествовать, никогда не сидим на месте, ведем активный образ жизни. И благодаря нашему проекту, работе в интернете, у нас есть такая возможность. Именно сегодня я вам расскажу о нашем интернет-проекте. Так, спасибо большое за обратную связь. Я вас вижу, слышу. Спасибо. Жду от остальных людей знакомств. Итак, друзья, скажите, пожалуйста, как вы... Вы, конечно, пишите, отвечайте про себя. Как вы тратите время в интернете? Сидите, общаетесь с друзьями, с родственниками в соцсетях, играйте в игры всяких котов, фермы и так далее. Не знаю, какие там еще игры бывают. Смотрите фильмы или имеете возможность, или имеете опыт какой-либо по заработку, по возможности заработка, сидя у себя дома, через интернет, в компьютере, в телефоне и так далее. Итак, тоже отвечаем. А я пока расскажу вам о нашем интернет-проекте, о себе. Я с 2010 по 2014 год работал в полиции, в органах внутренних дел. Уволился в 2014 году. Уже, как говорится, уже надоело. Вся эта работа в полиции, все эти ненормированные рабочие дни. Уже никакие деньги не могли мне заменить мое свободное время. Могу сказать, что за 4 года работы в полиции я всего лишь один раз встретил Новый год в семье. Остальные все разы где-то в нарядах, в патрулях, под елкой, на дежурствах. Ни о каких отпусках заранее речи не могло быть. Самый продолжительный отпуск у меня был 3 недели за все эти 4 года. Я увольнялся, у меня несколько месяцев было долгов по отпускам тоже. Ладно, не будем. Полиция. Могу еще добавить, что сейчас я бы был уже в специальном звании капитан полиции. Ни капли не жалею о том, что уволился. На текущий момент моя зарплата, с учетом даже повышенного звания очередного, была бы меньше, чем в 2014 году. Так как в связи с кризисом были сокращения бюджетов, урезания премий. Итого я бы сейчас получал еще меньше. Итак, в 2014 году, 25 февраля, как я помню, будучи в Таиланде, мы слили, улетели сразу в Таиланг, меня уволили. То есть уже скоро будет 2 года. Уволили меня. Сразу же мне в другом месте предложили должность в Роснефти. Компания всемирно известная такая, Роснефть. Кстати, на фотографии вы видите, какие мы нарядными были на всяких мероприятиях, праздниках. Пригласили меня в компанию Роснефть. Уже прошел все буквально собеседования со всеми уровнями руководства. Всех я устраивал, меня все устраивали. Все устраивало, все отлично. Думал, ну вот, буду работать в новом месте, в такой шикарной компании, даже зарплата больше, чем в полиции. Думал, все отлично. И тут меня познакомили с моим будущим, так сказать, потенциальным коллективом, где будущие коллеги мне как раз и раскрыли глаза на всю эту компанию Роснефть. Те же самые ненормированные рабочие дни, те же самые постоянные вызовы днем и ночью, те же самые командировки. То есть все то же самое, от чего я ушел из полиции. И тут я, конечно же, задался вопросом, а стоит ли мне устраиваться туда, опять уходя от одной проблемы, я возвращаюсь к этой же проблеме. Я, конечно же, отказался от данной предложенной должности. Мне все крутили пальцем у виска, ты что творишь, такая должность. Кстати, не сказал Роснефть в департаменте обеспечения безопасности. Не то, что там охрана или... Это обеспечение информационной безопасности. То есть сама по себе должность такая ответственная, вместо работы. Тоже отказался. И тут я задался вопросом, точнее пришел к выводу, что я не хочу работать больше на наемной работе. Что где бы я не устроился, на какое я собеседование не проходил, какие бы мне золотые горы вначале не обещали, везде будет одно и то же. Все придет к тому, что ненормированный рабочий день, отношения со стороны руководства неадекватные. Ну, говорю в кавычках, я уверен, что у большинства такие проблемы. Я понял, что не хочу работать на наемной работе. И тут я задался вопросом, что я хочу делать, что мне будет доставлять не только удовольствие, но и, конечно же, финансовую стабильность, выгоду, деньги. Во время работы в полиции, как я уже сказал, свободного времени не было, но была хорошая зарплата. Поэтому был также интерес к новостройкам, к домам, к квартирам и так далее. То есть к недвижимости в целом. Весь 2014 год после увольнения с полиции и практически до 2015 года, до кризиса, я покупал квартиры в новостройках, делал ремонт, продавал. Прибыль, конечно же, хорошая, но в 2014 в конце года у нас наступил кризис. Кризис так подкрался нежданно, негаданно. И вовремя я среагировал на первые звоночки, которые в итоге вылились в супер пониженный спрос на квартиры, падение цен. То есть я вовремя среагировал, ушел с данного вида деятельности. На фотографиях вы видите некоторые из объектов, из квартир, которые мы реализовали, так сказать, сделали ремонт, продали. И тут опять передо мной стоит вопрос, чем я хочу дальше заниматься? Что будет мне доставлять удовольствие? Супруга Лилия Донского работала в данном проекте уже полтора года. Я знал о данном проекте, но почему-то по каким-либо причинам меня не тянуло туда. И тут на очередном семейном совете мы приходим к решению. Уже я осознанно принимаю решение, что я хочу присоединиться к данному проекту. Лилия, конечно, была рада моему решению, так как мы стали вести наш семейный бизнес. Теперь можем с гордостью называть данный бизнес семейным, данный проект. Итак, чем же занимается наш проект? Сейчас мы с вами поговорим. И наверняка вы себе задавали вопросы. Однократно, неоднократно, постоянно. Рассматривали ли вы возможность открыть свое дело в будущем? Как зарабатывать больше, не выходя из дома? Как начать путешествовать со всей семьей совершенно бесплатно? И что вы готовы дать своим детям прямо сейчас? У каждого уверен, что были такие вопросы. И наш проект, я уверен за вас и могу со стопроцентной гарантией сказать, что из-за себя ответит, поможет вам ответить на часть, на большинство данных вопросов. Итак, давайте поговорим о интернете, о нашем проекте, о интернет-магазинах. Кто из вас и как активно пользуется услугами интернет-магазинов? Каких именно? Пожалуйста, дайте обратную связь, напишите. Какими интернет-магазинами вы, какими услугами вы пользуетесь? А я пока расскажу за нашу семью. Ну, во-первых, конечно же, это наш интернет-магазин, о котором вы узнаете чуть позже его название. Мы активные пользователи интернет-магазинов eBay и AliExpress, китайских рынков. Начислено все дешевле, быстрая доставка, огромный выбор товаров. Что касается учебников, дочки к школе, это Озон. Что касается мелкой бытовой техники, электроники, Юлморт, МВидео, Ситилинк и так далее. То есть, мы, наша семья является активными интернет-пользователями. Ведь можно из дома, просто сидя в интернете, перед компьютером, открыть тот или иной магазин, посмотреть все необходимые характеристики интересуемого вас товара, посмотреть отзывы о данном товаре на данном сайте, на других сайтах. То есть, собрать всю необходимую информацию о нужном для вас на это время товаре. Что, конечно же, в магазине сделать нереально. Тот менеджер, тот помощник, продавец, который к вам подойдет, проконсультирует, будет преследовать свои личные корыстные цели, чтобы вам продать ту или иную продукцию. Так, отлично. Спасибо. Я смотрю, тоже пользуетесь интернет-магазинами. Двигаемся дальше. Да, кстати, по интернет-магазинам могу сказать, у нас в 2014 году, в конце года, с саратовского рынка ушла такая огромная компания, как MediaMart, всемирно известная, тоже занимается электронной техникой, бытовой, электроникой, бытовой техникой. Ушли с рынка, озвучив причину, вовремя не среагировали на нужды рынка, на нужды потребителей и не перешли в интернет. То есть у них был обычный магазин, огромная площадь, которая реализовывала товар только вживую. Интернет-магазин, интернет-платформа у них не было, и поэтому люди уже стали умнее, стали экономить свое время, средства, нервы на дорогу, на доставку и так далее. Все начали переходить в интернет-магазин. Обратите внимание, NVIDIA, Eldorado, куча других магазинов электронной техники, бытовой техники появляются у нас, интернет-магазины. Медиамаркт ушел просто, они вовремя не среагировали, это была основная их причина ухода с саратовского рынка. Итак, двигаемся дальше, и теперь мы переходим вплотную уже к нашему интернет-магазину. Наш интернет-магазин реализует средства личной гигиены, косметической продукции, продукции для здоровья, аксессуаров, бижутерии и так далее. То есть те самые средства, которыми мы с вами пользуемся ежедневно, которые не нуждаются у нас в рекламе, в каких-либо там услугах рекламных, это те средства, которыми мы пользуемся сразу, проснувшись с утра, зайдя в душ, чистя зубы, умываясь и так далее. И, конечно же, проводя время в интернете, покупая продукцию своего интернет-магазина, мы экономим не только свое время, но и семейный бюджет. А как известно, у нас сэкономленные деньги, тоже заработанные деньги. Но это уже уровень дохода немного отличается от основного, про который я буду вам рассказывать, отличается в меньшую сторону. Но экономия тоже, конечно же, приятна. Двигаемся дальше. Друзья, вопросы у кого какие будут возникать по ходу презентации, обязательно пишите, мы с вами их разберем. И давайте посмотрим, как у нас складывается цена на продукцию в магазине, на прилавках магазинов, допустим, рубль, бум, магнит, пятерочка, какие-нибудь там другие еще магазины, которые у нас реализуют средства по уходу, косметические средства и так далее. Возьмем, допустим, шампунь в магазине вышеозвученном. Прежде чем шампунь попадет у нас на полку от завода-производителя, он перекочует с несколькими транспортными компаниями, от более крупных к более мелким, полежит не на одном складе, опять же, с более крупных на более мелкие будет перекочевывать. В его цену будут включены все согласования с санэпидемстанциями, пожарными, налоговыми, всевозможными инстанциями и так далее, лицензирования, будут включены услуги рабочих в магазине, кассир, уборщица, продавец, директор и так далее. Конечно же, арендная плата магазина. И вся эта цепочка, естественно, хочет еще и поиметь прибыль с продажи данного шампуня. Поэтому шампунь, попадая у нас на прилавок магазина, стоимость шампуня увеличивается в цене в разы. Просто в разы увеличивается из-за вот этих вот вышестоящих инстанций. Хорошо, если данный шампунь у нас попадает с официального завода-производителя. А если данный шампунь у нас попадает с какой-либо подпольной, там подвальной организации, то здесь еще и мы рискуем напороться, столкнуться с некачественной продукцией по завышенным ценам. Как дела обстоят у нас в нашем интернет-магазине? Мы, будучи в интернете перед компьютером, заходим в свой личный интернет-магазин, в свой личный кабинет и совершаем заказ напрямую у компании-производителя, минуя все вышеперечисленные прослойки всех вот этих вот... Я не знаю, как их назвать. Ладно, пиявок, которые присосались и сосут наши деньги, ваши деньги. Мы совершаем заказ в интернет-магазине. Наша заявка напрямую уходит в компанию-производитель. И компания-производитель также напрямую своими транспортными силами, своей доставкой доставляет нам наш заказ, наш товар. То есть стоимость товара значительно сокращается за счет того, что мы минуем вот этих вот посредников, дополнительные платы на их услуги. И переходим плавно к качеству продукции. Скажите, пожалуйста, покупая, если вы еще покупаете, кто покупает, конечно, продукцию в магазинах. Те же самые шампуни, лаки, средства личной гигиены. Вы уверены в их качестве? Вы уверены в том, что данная продукция у нас не была произведена в подвале того же самого магазина? Что не разлиты те же лаки из каких-либо растворителей или паркетных лаков и так далее? А сейчас, во времена кризиса, когда люди чаще, более внимательнее, даже не внимательнее, а более внимательнее к цене, берут все самое дешевое, как раз все самое подозрительного качества. И время подделок сейчас как раз такое на пике, в самом разгаре. Конечно, мы не уверены в качестве продукции, которая находится в магазине. На правой фотографии вы видите склад компании, нашей компании-производителя. Фотография сделана нами лично. В нашем случае компания-производитель заинтересована в том, чтобы следить и улучшать качество своей продукции, следить за качеством. Ведь попробовав раз нашу продукцию, компания получит в лице клиента, постоянного клиента. То есть компания заинтересована в расширении своего рынка, заинтересована в расширении объема, в увеличении объема потребления купленной продукции и так далее. То есть компания гарантирует вам качество своей продукции. Также гарантирует возврат в течение двух недель, как положено по российскому законодательству, по защите прав потребителей. Возврат продукции в случае каких-либо вопросов. То есть даже вплоть до аллергии, если у вас аллергия на какую-либо продукцию, если вам не понравился запах, крышечка где-то от колд, компания все вам обязательно поменяет. Это говорит как раз о надежности компании. Двигаемся дальше. Про продукцию мы поговорили, о нашем интернет-магазине мы продолжаем говорить дальше. И развиваясь в интернет-магазине, увеличивая наши филиалы, возрастает потребность в наборе людей, менеджеров данных интернет-магазинов. Итак, что необходимо от вас для того, чтобы попасть в нашу команду, в команду менеджеров, управленцев? Конечно же, знание персонального компьютера на уровне пользователя. Вам достаточно знать, как компьютер включается, где пуск, где офисные документы и как в интернет выходить. Все, остальному всему мы вас научим. Конечно же, доступ в интернет, желание обучаться, задатки лидера и свободное время. Количество свободного времени будет зависеть от ваших целей. Если вы пришли в данный проект с целью дополнительного дохода, то достаточно двух часов в день уделять данному проекту. Если вы пришли в данный проект с целью основного дохода, как, допустим, мы с супругой и большая часть наших партнеров, то будьте добры уделять проекту уже на первом этапе полный рабочий день, для того, чтобы быстрее вникнуть в курс дела и встать на ноги. Итак, если у вас стоят галочки напротив каждого пункта, мы готовы рассмотреть вашу кандидатуру. Обратитесь к человеку, который пригласил вас на данную презентацию и с ним уже обговорите все моменты о приеме вас в проект. Итак, что же будет входить в ваши обязанности? В чем будет заключаться работа? Конечно же, ежедневное использование средств собственного интернет-магазина. То есть, ежедневно чистите зубы, принимаете душ, ежедневно пользуетесь продукцией нашей компании-производителя. Ежедневно обучаетесь. Как я уже сказал, все обучение у нас совершенно бесплатное. За два с половиной года существования проекта у нас построена система обучения, за которую в процессе, когда мы еще обучались, мы платили большие деньги. То есть, часть оттуда взяли, часть отсюда и все систематизировали, все наладили. Предоставляем мы своим партнерам обучение совершенно бесплатно, потому что мы не ставим цель перед собой продать вам обучение. Нам важно обучить вас всему тому, что знаем мы сами, чтобы вы сами развивались уже в данной отрасли. Так как за ваши успехи, за ваши зарплаты мы также будем получать определенный процент. Вот поэтому получается у нас такой взаимовыгодный бизнес-проект. И, конечно же, ежедневно размещать рекламу в сети интернет. Как известно, у нас реклама двигатель торговли, и за рекламу платят у нас хорошие деньги. Именно реклама на различных досках объявлений, соцсетях и так далее. То есть, инструментов у нас для работы полно, очень много. О них вы узнаете уже в нашем обучении. Обучение у нас проходит посредством планерок, презентаций, семинаров, тренингов, личных созвонов по всевозможным каналам связи Skype, Viber, WhatsApp, сотовый телефон и так далее. То есть, огромный набор у нас инструментов как для работы, так и для обучения. А всем об этом вы узнаете, присоединившись к нашему проекту. Двигаемся дальше. Почему мы говорим «ваш собственный интернет-магазин»? Наша компания-производитель ведет свою работу, свой бизнес в 62 странах мира. То есть, масштаб понимаете, какой огромный. Используя интернет, мы, россияне, у нас сейчас в комнате все россияне, хотя у нас структура, наш проект работает в 13 странах на текущий момент, мы имеем возможность сотрудничать с 42 странами из 62. То есть, развивать свой международный бизнес. При данных масштабах мы не можем звать людей по стандартной схеме работодатель-наемный сотрудник. То есть, не можем всех трудоустроить по старинке. Как поступает у нас в данном случае компания? Вы проходите, в свое время мы проходили, регистрацию на официальном сайте компании. Получаете индивидуальный номер, он же доступ к вашему интернет-магазину, к личному кабинету, где вы можете посмотреть всю необходимую информацию по вашему интернет-магазину, по движению товаров, всей финансовой отчетности. То есть, всю информацию по вашему интернет-магазину, по всем вообще сферам. И все, что вы наработаете, немаловажно, как раз это один из ответов на вопросы, которые мы задавали вначале. Все, что вы наработаете, весь полностью ваш бизнес передается по наследству. В нашей компании довольно-таки частая практика передачи бизнеса по наследству, по всевозможным различным причинам, не будем их озвучивать. Можно передать все наработанное вами, вашим близким родственникам, детям и так далее. То есть, вы гарантируете своим детям уже передачу поставленного на ноги, отработанного такого, как швейцарские часы, механизма по зарабатыванию денег. Двигаемся дальше. Так, в чем заключаться будет работа, мы с вами поговорили. Ничего сложного здесь я не вижу. Надеюсь, так же, как и вы. И давайте поговорим, откуда у нас берется доход в нашем проекте, в нашем интернет-магазине. Допустим, вы у нас присоединились к нашему проекту, начали обучаться, во-первых, экономить свои собственные средства, покупая продукцию в интернет-магазине, о чем мы говорили вначале. Но это будут небольшие средства, поэтому на них не останавливаемся. И обучаясь, вы также набираете партнеров в свою команду. Ваша команда начинает расти. Пока вы обучаетесь, ваш вышестоящий информационный спонсор, ваш менеджер, наставник заинтересован в развитии вашей ключевой команды, в увеличении числа ваших партнеров. Как я уже говорил, как только вы начнете получать свою первую зарплату, как только ваши доходы станут расти, то и процент выплаты, вознаграждения вашему вышестоящему менеджеру также будет расти. То есть, ваш менеджер заинтересован в росте вашей зарплаты. Помогая вам, он помогает одновременно и себе. Получается вот такой взаимовыгодный бизнес. И от общего группового товарооборота вашей команды вы лично получите 10%. Давайте посмотрим на конкретные суммы по данной схеме. Допустим, за 3-4 месяца работы, активной работы, акцентируя внимание, вам в команду придет порядка 200-300 человек. Здесь цифры ниже среднего. Естественно, вы обучаетесь, пока втягиваетесь в курс дела, раскручиваете маховик, так сказать. Могу сказать, что у нас в команду ежесуточно приходит порядка 25 человек в нашу команду. Итак, берем снова по минимуму 200 человек. 200 человек у нас совершают заказы в интернет-магазине. Кто-то заказывает продукцию на 200-300 рублей, 500, 1000, 2, 3 и так далее. Я могу сказать, что за нашу семью, у нас семья, я, супруга Лиля и дочка Лера, мы заказываем продукцию на 5-6 тысяч ежемесячно. Мы активно употребляем продукцию в линии Wellness. Это витамины, коктейли для здоровья, энергетические батончики и так далее. У меня у девчонок большие волосы, длинные волосы, это как визитная карточка наших девчонок. И огромные еще, как на шампуне, на средства по уходу за волосами у нас тоже уходят большие деньги. Ну и визитная карточка все-таки, марку держим. Поэтому, опять же, берем среднюю цифру 1000 рублей, это средняя стоимость заказа среднестатистической семьи из 3 человек в месяц на средства личной гигиены, на косметическую продукцию и так далее. 200 человек умножаем на 1000 рублей, получаем товарооборот вашего магазина 200 тысяч рублей. И, как я уже говорил, 10% вы получаете в виде вознаграждения, в виде зарплаты. 10% от 200 тысяч, 20 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, друзья, 20 тысяч рублей доход уже буквально через 3-4 месяца работы, активной работы вас устроил бы? Могу сказать по статистике, которую нам предоставляют СМИ, новости, интернет. У нас в Саратовской области, точнее даже в Саратове, средняя зарплата составляет 15-18 тысяч рублей. Где ваши ответы? Где ваши руки? Устроит, не устроит? Если молчите, я так понимаю, что не устраивает. Хорошо, если вас не устраивает, мы работаем дальше и уже буквально через год, через год активной работы, вы можете выйти на доход свыше 100 тысяч рублей. Для кого-то эти цифры будут звучать космическими, фантастическими, кто-то скажет, что это нереально. Мы, в свою очередь, с супругой, большинство, не большинство, но многие активные наши партнеры могут показать свои справки о доходах, подтвердить свой такой ежемесячный доход. И мы не скрываем, с радостью показываем свои справки о доходах. Зарплата нам начисляется на лицевой счет в банке, никаких киви, кошельков, вебмани и тому подобных электронных денег здесь нет. Весь доход белый, он отображается у нас в налоговой декларации. Мы платим налоги 6% по упрощенной системе налогообложения. У нас имеется справка о доходах, как за месяц, так и годовая. И обратившись в любой банк, мы можем рассчитывать на получение автокредита, ипотечного кредита и так далее. То есть банк видит все отчетные документы и идет навстречу. Итак, вы уже, наверное, все в нетерпении. Что же за компанию мы рекламируем? Какой компании мы оказываем рекламные услуги? Конечно же, это шведская компания Ariflame. И могу сказать, не побоясь, это единственная компания, которая дает уникальную возможность, действительно, сидя у себя дома, как, например, сейчас я, или находясь где-либо на другом конце земного шара, просто сидя на пляже с ноутбуком или телефоном в руках, достаточно просто выхода в интернет, развивать свой бизнес и управлять своим международным бизнесом. Просто представьте себе о таких масштабах, о таких возможностях. Я не зря показывал в начале ролики про путешествия, про всевозможные экстремальные виды спорта, как раз про то, чем люди у нас хотят заниматься. Хотят путешествовать, хотят отдыхать, хотят познавать новое, пробовать, искать себя, то есть с нашим бизнесом, с нашим проектом, все это возможно, потому что у вас нет привязки к конкретному месту. Захотели сегодня, поработали у себя дома, завтра вы поработали в гостях дома, послезавтра вы улетели в другую страну, там поработали. То есть свобода, свобода действий, передвижения и ваша зарплата, сейчас также у каждого банка есть свой личный кабинет интернет-банка, вы можете ее перевести на другую удобную для вас карту и с такой же легкостью, с такой же свободой распоряжаться своими собственными интернет, точнее своими собственными интернет, опять я интернет, своими денежными финансовыми средствами. Итак, двигаемся дальше. Дальше немного я расскажу вам о компании Reflame, о ее возможностях, которые она предоставляет для своих активных партнеров. У нас в компании имеются автомобильные программы, по которым компания своим лидером, начиная уже с уровня директор, то есть созданный товарооборот в 200 тысяч рублей, как мы рассматривали с вами на схеме, компания предоставляет возможность получить новенькую Skoda Rapid, совершенно в подарок, можно ее получить совершенно бесплатно. О подробностях я вам расскажу уже после того, как вы присоединитесь к нам в команду. За нашу семью могу сказать, что мы взяли денежный эквивалент данного автомобиля и распоряжаемся деньгами на свое усмотрение. Мы мечтаем о другом, более шикарном автомобиле. Компания, в зависимости от уже вашего роста, от вашего уровня, уже также по автопрограмме дарит автомобили Volvo CX60, Volvo S80. Еще выше ваш уровень, то получите в подарок Mercedes E-класса, ML-класса, S-класса. Это автомобили, которые, допустим, E-класс, автомобиль, который начинается, стоимость автомобиля начинается от 2,5 миллионов рублей. Компания дарит в подарок своим активным лидерам. Такие шикарные автомобили. Двигаемся дальше. Про нашу команду. Наша команда насчитывает 13 стран мира, то есть мы ведем тоже международный бизнес. По России наша команда раскинулась от Камчатки до Калининграда. В нашей команде уже порядка 2,5 тысяч человек. Сейчас во времена кризиса, пока у всех кризис, люди сталкиваются с сокращениями зарплат, сокращениями на работе, то есть увольнениями. И в отчаянии, конечно же, не могут найти никакую работу. И тут мы приходим на помощь, мы им предлагаем работу в интернете. Естественно, люди соглашаются и видят результаты уже после непродолжительного периода своей работы, после короткого периода. Мы работаем через интернет, но и также любим общаться вживую. Буквально 22 декабря, последнее такое у нас огромное мероприятие было с нашей командой, новогодний корпоратив, со всей Саратовской области приехали наши партнеры. Мы отлично дружно повеселились, пообщались, нафотографировались. То есть весь вечер мы общались и домой пришли уже только к ночи. Что могу еще сказать? Компания трижды в год вывозит своих активных лидеров на международные конференции. Совершенно бесплатно. В прошлом году, в октябре, у нас на такую международную конференцию в Египте, в Шарм-Аль-Шейхе, летали три наших лидера. Совершенно бесплатно. В этом году у нас идет квалификация в Анталию. Изначально Турция, Анталия у нас стояла. Заявлена была страна как место проведения конференции. Но сейчас компания объявила, что изменит... Да, Маша Скалеренко у нас как раз в комнате. Она у нас летала в Египт. Компания заявила о том, что изменит страну, место проведения. А подробно расскажет уже чуть более позже. Могу похвастаться. Мы с супругой... Я квалифицировался. Для меня это будет первая международная конференция. Состоится она в этом году, в августе или в сентябре. Опять же, сроки пока еще точно не озвучены. Конечно же, супруга у меня квалифицировалась. Для нас это будет первое совместное международное мероприятие с компанией Арифлейм. Ежегодно в июне месяце в Москве компания проводит банкеты директоров, на которых чествует на новых лидеров, активных лидеров, поздравляет с новыми званиями, вручает денежные премии, отмечу, долларовые. К тому же, сейчас доллар у нас растет, и, соответственно, премии наши тоже вырастают. И как у нас многие друзья, тоже имея собственный бизнес, частные предприниматели, спрашивают, как на вас отразился кризис, курс валюты, мы, конечно же, с радостью отвечаем, что на нас отлично отразился. Мы в прошлом году получили свою очередную премию. Вот вы видите фотографии с гостиного двора банкета директоров в Москве июня 2015 года. Фотографии с руководством компании. То есть, внизу справа вы видите Магнуса Брэнстерма. Это президент компании Арифлейм. Так легко можно подойти, сфотографироваться, пообщаться, пожать руку, получить напутствие, заряд эмоций, мотивации от таких вот значимых в мире, не только в мире Арифлейм, но вообще в мире в целом людей. Двигаемся дальше. Могу тоже похвалиться за супругу Лилию Донского. Она у нас была еще на одной из таких международных конференций в сердце компании в городе Стокгольм, в Швеции. Тоже пообщалась с руководством, с огромным количеством не только российских, но и топ-лидеров компании Арифлейм со всего мира. Вот такая компания нас балует международными путешествиями. Про Аталию я вам только что рассказал. Друзья, давайте подведем итоги нашей сегодняшней презентации. Если у вас остались какие-либо вопросы, самое время для того, чтобы их задать. И пока я подвожу итоги, жду от вас вопросы. Итак, присоединяясь к нашему проекту, регистрируясь в компании Арифлейм, вы становитесь владельцем собственного бизнеса. Официально трудоустраиваетесь посредством договора возмездного оказания услуг. У вас идет трудовой стаж. Вы выплачиваете налоги по упрощенной системе налогообложения в размере 6% от ежегодного дохода. То есть на наемной работе вы платите 13%. Кто еще в комнате из присутствующих работает на наемной работе. Мы платим 6% от дохода. У нас идут все отчисления в пенсионный фонд. То есть у нас стаж, пенсия, все идет. Но хотя мы о пенсии не задумываемся. О тех 6-8 тысячах рублей, которые получают у нас пенсионеры, лучше даже не думать. И немаловазованная возможность передачи бизнеса по наследству. Да, еще не сказал. У нас выплаты идут 17 раз в году. У нас каталог Арифлейм длится 3 недели. Соответственно, 17 каталогов в году, 17 зарплат в году. Очень приятно получать зарплату еще чаще, чем обычные люди на обычной наемной работе. У нас зарплаты каждые 3 недели. По пятницам нам приходит смс-ка. Приятная смс-ка о том, что ваш счет пополнен на такую-то сумму. С радостью, с уважением, компания Арифлейм. Спасибо, друзья, за то, что вы пришли. И в качестве заключения могу вам дать такое напутствие, что можете сомневаться, дальше не верить. Можете искать в кавычках «нормальную работу», к тому же во времена кризиса. Но помните, пока вы думаете, с вами или без вас, мы зарабатываем еще больше и больше денег. Так, вопрос от Юлия. В первом месяце работы возможно ли получить зарплату? Конечно, Юля. Обратитесь к своему, к человеку, который вас пригласил на данную презентацию. Он вам скинет видео, когда у нас проходила... На прошлой неделе у нас проходил онлайн-банкет, также все через интернет. Мы по итогам каталога Арифлейм номер один. То есть в январе у нас был каталог номер один. Подводим итоги и озвучиваем суммы вознаграждений наших партнеров. Партнеров, которые с нами 2-3 месяца, кто с нами только вот буквально меньше месяца. То есть все зависит от вас. Весь доход, все ваши выплаты будут зависеть только от вашей активности. Да. Как вы себя проявите, сколько работы, какой объем работы совершите, столько, соответственно, денег и получите. Так, какие вопросы будут еще, друзья? Хорошо. Вопросы, если какие возникнут, можете обратиться к человеку, который пригласил вас на данную презентацию. Можете обратиться в скайп-чаты, если вы уже у нас в команде. Спасибо всем за внимание. Всем желаю отличного дня, продуктивного. Чтобы, ложась спать вечером, вы могли бы хвалить себя за отличный день. Спасибо большое, друзья. Всем пока. Удачного дня. Да, сейчас поставлю вам супер ролик. Это мое самое любимое видео. Золотая конференция компании Reflame 2014 года. Называется она «Лайнер мечты». Данная конференция у нас занесена по многим пунктам в Книгу рекордов Гиннеса, как «Самая роскошная», «Самая-самая-самая» просто и так далее. «Лайнер», который вы сейчас увидите, в разы больше, просто в разы больше, и в ширину, и в длину, и в высоту, по всем характеристикам, больше даже «Титаника». Самый большой в мире. Его аренда составляет 1 миллион долларов в сутки. Компания арендовала его на 8 дней для своих лидеров. Вывезло 2000 человек в такой вот круиз, шикарное путешествие. Люди посетили 3 страны, 6 городов. Ну, что я говорю. Давайте все внимание на видео. Сейчас я вам его покажу. Все внимание на экран. Продолжение следует... Вот. Вот. Продолжение следует...